Ролочий на пас. Олег Геннадьевич. Пишу на голос. Олег Геннадьевич. Бельщиков, халоп. Олег Геннадьевич, где мой отчёт? Да-да, Антон Павлович, несу-несу. Психолог Капецкая и тренер Чумак в рубрике «Внутренняя речь». Добрый день, дорогие друзья. И мы с Андреем Капецким, с моим соведущим, уступаем место новой рубрике. У меня в гостях Дмитрий Чумак, диктор, тренер по коммуникациям, как он говорит, самопровозглашённый топ-1. Но всегда успешные люди очень склонны к самоиронии. Но, тем не менее, давайте поприветствуем. Дима, здравствуй. Да, я могу поаплодировать сам себе? Обязательно. Здравствуй, Дима, здравствуйте. Да, привет, Александра. Привет. Я очень рада, что ты откликнулся на наше предложение поучаствовать в подкасте. «Внутренняя речь» — это тема нашего цикла. И ты, как тренер по коммуникациям, я думаю, имеешь что сказать. Таки да. И это, в общем, интересная тема, потому как я в большей части занимаюсь внешней речью. То есть то, что человек говорит и транслирует наружу. А вот про внутреннюю речь, когда ты мне рассказала, мне стало очень интересно. Потому что на отрезке «человек-человек» есть на самом деле два участка. Второй — это когда один говорит, а другой понимает. А первый участок — это когда один хочет что-то сказать, а говорит другое. И вот уже на этом участке возникает сбой. Я предлагаю тебе для начала познакомить наших слушателей с тобой. Потому что нас слушают более ста стран мира. И не все ходят к тебе на тренинги по коммуникации. И с них, да. Поэтому давай ты немножечко расскажешь о себе. С некоторыми странами мира я могу поздороваться на их языке. А что рассказать про себя? Как ты пришел вообще в коммуникации? Откуда ты взялся? Почему ты решил этим заниматься? Это же очень такая сложная специфическая тема. Научить людей выражать свои мысли. Послушай, мы все учились в школе. Одиннадцать классов многие. Кто-то там девять-десять, да. А сейчас многие одиннадцать классов. И мы все приходили на уроки по литературе. Мы писали там сочинения как раз с целью научиться выражать свои мысли. Что, этого недостаточно? Ну, если такое количество тренеров по коммуникациям в мире, и ты один из них. Ну, одна из задач школьного сочинения, наверное, как раз в этом. Научить человека излагать свои мысли. Да. Другое дело, что является ли эта задача точкой контроля для учителя? Или все-таки учитель смотрит, обладая своим бэкграундом и начитавшись критической литературы по какому-то произведению, насколько ученик правильно или неправильно в мире учителя выражает свою позицию относительно конкретного произведения? Не выражает свою позицию вообще, излагает свои мысли, насколько он структурированно их излагает, грамотно, а действительно ли это то, что он хочет сказать, действительно ли это его мысли, или он просто пишет, чтобы учителю было удобно и подстраивается, или чтобы получить какую-то оценку. Я не думаю, что есть много учителей, которые вот смотрят на это с этой позиции. И более того, есть же случаи частые, когда вот только попробуй и напиши по-другому. Да, это сплоширя. А я написал, что Наташа Ростова дура. Да все, это же двойка сразу. Как это так? Но это не отменяет того, что Наташа Ростова дура. Это не отменяет право человека так думать и считать. А учитель думает, это как, это так. Значит, я тут уже преподаю там сколько-то лет. Более того, может быть, даже это моя вина, что я так преподношу материал, что конкретный человек так считает. Да, что он так воспринимает образ героини. Да. В общем, возвращаясь к вопросу, как я к этому пришел. Есть короткая история, а есть длинная. И я не знаю, как Ру лучше рассказать. Коротко или длинно. Давай длинно. Тогда сначала о том, как я стал диктором. Да. Вот ментально я стал диктором в пять лет. Ментально. Супер. Я помню это ощущение, когда я брал фломастер и смотря телевизор, в котором был Игорь Кириллов и Анна Шатилова, я повторял за ними. Там какие-то слова про съезд компартии СССР и так далее. И я брал фломастер. Ну, многие дети играют в это время в дикторов. Не могу говорить за всех, но помню свои ощущения. Вот свои ощущения. Как я себя ощущал с этим фломастером. Потом, естественно, это куда-то там ушло, где-то притушилось, заглохло и так далее. Но эти ощущения я помню до сих пор. Дальше я наблюдал, когда я ездил в автобусе, и мы с братом ездили в автобусе, то мы наблюдали за рядом вещей. Первое, за дорогой. Ребенку интересно смотреть на дорогу вперед. Второе, мы наблюдали за тем, как водитель объявляет остановки. И вот смотреть за разными водителями, кто-то говорил, например, магазин Светлана, следующая остановка улицы Жилина. Ну, вот как в метро. Да. Кто-то говорил, магазин Светлана, здесь Жилин. Ну, поскольку мы знали все остановки, для нас это не составляло проблемы. Но в целом я уже тогда задумался, а почему вот один так, а другой вот так? Что, сложно, что ли? И вот этот процесс, я помню, как он отгибает микрофон, как он подносит его к рту, или он сам поворачивается так. Магазин Светлана, или там, магазин Светлана. И третий момент, и это как раз тоже про коммуникацию. Когда водители одного маршрута ехали навстречу друг другу и встречались, как они друг друга приветствовали. То есть кто-то протягивал руку издалека. Такой типа, эй, привет! Так прям слал огромные лучи приветствия. Кто-то, ну, немного так подносил ладонь к стеклу. А кто-то вот так вот ехал, вальяжно, может быть, и вот так вот просто буквально два пальца так от рулят. Ну, то есть это если переводить в слова, это было бы так, звучало бы так. Здоров. Ну, то есть кто-то там, привет, кто-то, о, привет. А кто-то, здоров. То есть даже лень произнести здорово. А это просто, здоров. Вот, и потом мы с братом пародировали водителей автобуса. У нас была такая игра, она называлась «Одиннадцатый автобус». Мы прям знали все остановки, маршрут. И мы катались на великах по нашему кварталу. Мы разъезжались. У нас были прописаны регламентированные остановки в конкретных точках. Мы разъезжались в разные концы. Я на одну конечную, мой брат на другую конечную. Мы ехали напротив друг друга. И в этой игре было несколько интересных моментов. Первый – это ты останавливаешься на какой-то остановке, нажимаешь, ну, как бы на кнопку, делаешь вот так. Объявляешь остановку, там улица Жилина, следующая Светлана. Пассажиры якобы заходят. Дальше ты делаешь так, двери закрываются. Дальше уехал, ну, следующая там Светлана, ну, и так далее. В общем, едешь по остановкам и нажимаешь такую гайку на руле, которая имитировала кнопку. И, ну, иногда там подключаешь фантазию, например, какую-то остановку можно проехать, потому что там нет пассажиров. Или там спрашиваешь, на Светлане выходим? Вот, нет звоночка, ну, как бы, хоп, проехал. И каждый раз, когда мы встречались с братом где-то на середине пути, то мы друг друга приветствовали, как эти самые водители автобуса. И в этом был челлендж, и тогда я не знал такого слова. Но это как камень-ножницы-бумага, но только на уровне поднятой руки ты никогда не знаешь, как тебя поприветствует водитель автобуса, который едет навстречу. И вот это был такой очень тонкий момент. Во-первых, кто первый? А во-вторых, каков будет ответ? Ну, точно так же, как вот дилемма заключенного, да, или там красные и черные, вот эта вот история. С одной, иногда каждый до последнего ждал. Но обязательные условия нужно поприветствовать. Иногда кто-то не ждал там, а первый вскидывал руку. Но на вскинутую руку, если ты получаешь вскинутую руку, ну, окей, обоим приятно. А если ты вскинул руку, а получил в ответ два пальца, которые вот еле-еле отрываются от руля, ну, так, окей. И ты думаешь, так, а в следующий раз, ведь мы ведь все равно сейчас встретимся на маршруте, в следующий раз я как поприветствую? Вот я продолжу свой тренд? Буду ли я отрывать руку? Или я хочу отыграться? И вот буду ждать до последнего, пока он вскинет руку, а я вот ему вот покажу вот эти два пальца. Ну, как язык друг другу показывать. Слушаю тебя и заслушиваясь. Мы как-то делали выпуск, который называется «Икигай». Это японское понятие предназначения. Чтобы найти свое предназначение, согласно японской философии, скажем так, да, их культуре мышления, надо выполнить четыре условия. Предназначение – это то, что ты больше всего любишь делать. Это то, что ты делаешь лучше всего. Это то, что нужно людям. И тогда тебе за это заплатят. И это все про счастье. Если я правильно понимаю, то ты сейчас описал, как развивалось твое счастье в этом. Начиная с пяти лет, когда ты взял фломастер и стал повторять за Кириллом. Это такое ощущение счастья. Да, я переносил это на разные вещи, в том числе на игру в автобус. Иными словами, быть диктором, стать диктором для тебя совершенно было закономерно, естественно и неизбежно даже. Неизбежно – очень точное слово. Очень точное. Потому как уже в сознательном возрасте, когда я поступил в институт, в университет, я ходил на радио по кастингам. Меня по-прежнему тянуло к микрофону. Я не могу сказать, что меня тянуло в эфир. Нет. А вот к микрофону. Да. И, конечно, меня, зеленого юнца, никто никуда не взял. И говорили, мальчик, иди, поучись. В общем, зеленый – это еще для эфира. Тогда, когда меня отшили с нескольких радиостанций, я подумал, окей, а каким образом я могу еще остаться здесь, на радиостанции? Сначала пошел в рекламный отдел. Там вот это все – холодные звонки, продажи. Ой-ой-ой, не-не-не, не мое. Так, думаю, так, что еще, что еще? Там в эфир не возьмут, в новости не возьмут. Что еще? О, есть человек, который пишет рекламу, оказывается. Тогда я узнал, что есть такая профессия – копирайтер. Я говорю, а дайте мне попробовать. Ну, мне дали там два тестовых задания. Я их успешно выполнил, написал два рекламных ролика. Мне сказали, оставайся. Все, таким образом я получил доступ на радио. Просто ключ. И я приходил на радио для того, чтобы писать ролики, сценарии для рекламных роликов. А на самом деле совершенно для другого. Я окунался в эту атмосферу. Я знакомился с ведущими. Я уговаривал их пустить меня за пульт. И один коллега проникся симпатией ко мне. Ну, может быть, потому что мы оба с одного края. Я из Тольятти, а он из Самары. Это известный федеральный диктор сейчас. Я не буду назвать его фамилию. Но мы все его слышали. И он говорит, ну, окей. В воскресенье в 7 часов утра. На первый выпуск новостей. Даже в субботу нельзя было, потому что в субботу иногда приходило начальство. Вот директор мог прийти в радиостанцию в субботу. Просто так вот заглянуть. А в субботу в 7 не было никого. И я вставал там полшестого. Ехал на радиостанцию. И первый 7-часовой выпуск новостей. Мой коллега сажал меня за пульт. И разрешал мне отрулить эту историю. Он читал новости. Но я был хотя бы за пультом. Нажимал кнопки. Выводил в эфир его. Запускал джинглы и так далее. В общем, учился работать с радиоэфиром. И параллельно я познакомился на радио со своим мастером. Это человек, который, по сути, дал мне мое первое ремесло. Это звукорежиссура. И так я стал звукорежиссером. И оказалось, что на самом деле звукорежиссура это путь к микрофону только с другой стороны. Ну, то есть напрямую на радио в эфир попасть у меня не получилось. Это я уже потом отрефлексировал, проанализировал. И я такой, окей, я буду звукорежиссером. Стал это изучать, мне это нравилось. Тут у меня тоже есть свои соображения, почему я стал звукорежиссером, мне это нравится. Я же хотел стать летчиком. В 11 классе я готовился поступать в Ульяновское летное училище гражданской авиации. У меня чуть подсело зрение, я не проходил по комиссии. Ну, меня бы не взяли. Я думаю, что во мне соединились две страсти. Первая страсть — нажимать кнопки. А в самолете их очень много. Много кнопок, тумблеров и так далее. И на пульте звукорежиссерском тоже много кнопок. То есть вот это желание управлять процессом. И второе — моя любовь к музыке. И все это слепилось. Кнопки плюс музыка равно звукорежиссура. И став звукорежиссером, я через какое-то время все равно пришел к микрофону, стал потихоньку озвучивать сначала рекламу, потом что-то еще, потом что-то еще. Ну и сейчас уже звукорежиссура отошла на второй план. Я это знаю, умею, но это скорее такое хобби. И в охотку иногда что-нибудь поделать. Ну, просто так, чтобы там пальцы не забыли. Ну, иногда хочется. Либо когда просят друзья. А микрофон вышел как раз на первый план. Я стал диктором. И в этом стал себя развивать, качать и так далее. Это дикторская сторона. А тебя сейчас где-то можно услышать как диктора? Вот сейчас? Вот прямо сейчас, да, идет... Ну, во-первых, я голос, официальный голос библиотеки книги кратко.ру. Это самая крупная в России библиотека книжных обзоров. И все книги там озвучены мной. Если, не знаю, на литры если они продаются, там еще где-то и так далее. В общем, библиотека книги кратко.ру. А второе, не знаю, когда выйдет... Когда наш слушатель будет слушать наш подкаст, но если мы говорим про ноябрь 2021 года, то прямо сейчас идет рекламная кампания Skillbox. Так что если она вас догоняла в интернете или на федеральном телеканале, вы знаете, кто стоит за кадром. Значит, мы с вами слышались. Ну, я напоминаю нашим слушателям, что мой соведущий в этом новом сезоне в новой рубрике «Внутренняя речь» Дмитрий Чумак. Вы слушаете рубрику «Внутренняя речь». Все наши контакты в описании к выпуску. Кстати, на минуточку, инженер оптика-электроник. Трубач. Все правильно, да, по образованию. Инженер оптик-электроник. Первое образование музыкальное. Да, я трубач с красным дипломом. Но это тоже интересная история. Она, может быть, не относится к теме нашего разговора. Но мой путь в музыкалку был через барабаны. Я люблю играть на барабанах. И я все время маму просил, «Мама, отведи меня сыграть на барабанах. Пожалуйста, я хочу на барабанах попробовать их брать. Пожалуйста, я хочу барабаны. Барабаны, барабаны». В общем, пришел тот день, когда мама сказала, я договорилась с музыкальной школой. Она прямо напротив нас была, через дорогу. Там есть оркестр, там есть барабаны. И будет репетиция оркестра, можно туда прийти и послушать. И потом можно будет поиграть на барабанах. Ну, то есть в моей картине мира барабаны равно барабанная установка. Вот классическая, как мы сейчас на сцене видим барабанную установку. Ну, когда я прихожу на репетицию, открываю дверь, захожу, сидят музыканты. Я такой, а где барабаны? И мне Борис Георгиевич, педагог, говорит, а вот. Я так оборачиваюсь и вижу такой большой оркестровый барабан, в который бьют колотушкой, с тарелкой такой, и малый барабан рядом. Он говорит, вот у нас оркестровый барабан, вот большой барабан, вот малый барабан. Тут у меня, конечно, все упало. Я сильно очень разочаровался, потому что я ожидал барабанную установку увидеть, и такой паник. Но мне Борис Георгиевич сказал, ну, раз уж пришел, может быть, все-таки останешься на репетицию, послушаешь, а потом уже примешь решение. Я такой, ну, хорошо, да. И, в общем, я остаюсь на репетицию оркестра. Это апрель. Меня это настолько захватывает, что я сказал, что я хочу в музыкалку. И он мне говорит, приходи. И я в апреле пошел в музыкалку. В конце учебного года. Там апрель-май и все. А потом уже, ну, я закончил ее на трубе, по духовому отделению, а потом уже сам научился играть на барабанах. Дима, у тебя все время какой-то очень-очень свой маршрут. Да, одиннадцатый автобус. Кстати, барабанные палочки, одиннадцать. Да, 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 да. Я очень рада, что твой маршрут жизненный привел тебя к нам в студию на постер-фм, ко мне в чувство покоя, и сделал тебя соведущим. Маленькое добавление. А потом, когда я стал озвучивать, пришел уже к микрофону, и в силу того, что у меня еще копирайтерский уже бэкграунд, я видел в каких-то роликах, которые мне приходят на озвучку, несовершенство. И я понимал, что вот то, что человек, ну, или компания, да, или как человек-конечный заказчик, который приходит ко мне, вот есть то, что он реально хочет сказать, а есть то, что он говорит в тексте. И я видел эти несовершенства, и говорю, а давайте мы вот так текст изменим, тогда у нас ролик сильнее получится. Ну, или задавал какие-то вопросы, говорю, а там, а в чем суть, что мы хотим сказать, ну, и так далее. Мне там говорят, мы вот там, а, слушайте, ну, и вот если мы вот это предложение переформулируем, иногда это даже просто переставить порядок слов, то тогда у нас уже сила смысла будет гораздо больше. Наше сообщение слушателю быстрее зайдет. Ну, то есть оно должно быть доставлено адресату. Максимально просто и быстро. И понятно. И таким образом началась, я так понимаю, твоя тренерская карьера. Тренерская карьера началась по-другому. Ну, то есть это был такой фоновый режим, когда я что-то замечал, анализировал, что люди говорят, что они хотят сказать. Это мой постоянный интерес исследователя. Я, как сейчас помню, я в классе, наверное, в седьмом начал читать книжки по психологии. Мне это было интересно, меня это захватывало, я это изучал. Поэтому я говорю, что я диванный психолог. Топ-один диванный психолог, самопоразглашенный. Я начал читать там с седьмого класса. И однажды в десятом году, в 2010 году, я сходил на тренинг по ораторскому мастерству. Причем не сказать, что у меня была в этом потребность. То есть обычно люди приходят на тренинг, когда у меня через месяц выступление. Да. И вот там заболело, пришел. У меня такой потребности, сформированной в явном виде, ее не было. И мне просто выпадает реклама в директ. Тренинг по ораторскому мастерству. И отклик внутренний. Просто хочу. Не нужно, а вот хочу. И я пошел на тренинг. Меня вштырило. Я такой понимаю, о, насколько это круто. Это же, это же вот. А работа у меня в тот момент была не такая, которая подразумевала много общения и коммуникаций. Я сидел тихо в углу. В общем, делал свою работу, не пойми, кому нужную. И, в общем, я сам не понимал, для чего я тут нужен. Но это был такой период поиска себя. Но суть в другом. Прошло две недели после тренинга, и я понимаю, что я покрываюсь коркой. И если я дальше не буду это развивать, а ведь мне это понравилось, то тогда обучение в стол, деньги в стол, и зачем тогда нужно было ходить. И я такой думаю, так, ага, а как я могу это дальше развивать? А у нас в Тольятти есть кафедра журналистики в Тольяттинском университете, причем достаточно сильная. Я прихожу туда, там есть отделение радиожурналистики, разговариваю со студентами, вижу, как они делают радиопередачу, даже еще не слышу, а просто вижу. А я же звукорежиссер, и у меня волосы дыбом, как там все не очень правильно, или совсем неправильно иногда. Я говорю, слушайте, а почему так вот делать, а почему так, а почему? Они говорят, ну вот, как нас научили, так мы и делаем. Я говорю, а хотите, как правильно? Они такие, хотим, хотим. Я говорю, окей, отлично, сейчас договоримся. прихожу на кафедру, говорю, привет, я Чумак, звукорежиссер, ваши студенты делают передачу, а я могу рассказать им, как это делать правильно. Хотите? Они говорят, хотим, хотим, конечно, хотим. И так я стал преподавать, ходить в универ и просто преподавать в кайф. И моя коллега, за что ей большое спасибо, доверила мне своей пары, свое время и просто пустила на то, чтобы я занимался со студентами. И на этих парах всегда было два Чумака. Один Чумак, который препод Чумак, ну такой начинающий препод, который работает со студентами, а второй Чумак, который сидит далеко на задней парте, на самом последнем ряду, даже за последним рядом, смотрит на себя и анализирует. То есть я себе на каждый урок ставил какую-то свою творческую задачу. Есть задача, которую я решаю со студентами, ну, например, техническая. Мы изучаем звукорежиссерский пульт, к примеру. А есть задача, которую я сам себе ставил так. Ага, сегодня мой фокус внимания на жестах, к примеру. Или сегодня мой фокус внимания на контакте глаз. Или сегодня моя задача объяснить про пульт за одну пару, а не за три. И сделать это максимально понятно, чтобы всем зашло, чтобы девчонки-гуманитарии поняли, как управлять звукорежиссерским пультом. Или объяснить, а что такое эквалайзер. Без употребления слова добротность, чистота и так далее. Ну, то есть для меня это была игра. Я и не думал даже тогда становиться тренером. Я просто развивал в себе то, что я получил, потому что, ну, мне было что терять, я не хотел это терять. И вот так я стал преподавать и развивать это в себе дальше. Понравилось. Понравилось, да, понравилось. И так я сам в себе стал качать те умения, которые я приобрел, стал превращать их в навыки. Так вот начался мой творческий путь. Преподаватель, сначала препода, а потом уже и тренер. Когда это было? Это 2010 год. Ох, долгий у тебя путь. 11 лет. Да, но 5 лет я просто преподавал. В кайф. А потом, потом уже, я понял, что фактически это время и стало моими первыми тренингочасами, в которых я сам себя качал как тренер. Я же записывал уроки наши, приходил домой, анализировал там. Вот так, ага, вот это хорошо, вот так вот здесь чуть-чуть просил, здесь вот, ага, там потерял контроль, здесь вот, ага, вот эту штуку надо на следующий раз взять, ну и так далее. Ты знаешь, с такой историей неудивительно, что, и даже, я бы сказала, с таким исследовательским потенциалом, с таким горением, неудивительно, что сейчас ты работаешь там с крупнейшими компаниями и учишь людей доносить очень сложные мысли. Стартхаб московского правительства тебя приглашает объяснять предпринимателям, как нужно донести свою мысль, свою идею предпринимательскую до инвестора, ну и так далее, и так далее. Умение вообще даже понимать самих себя, потому что действительно, у предпринимателей есть проблема, они горят своим делом, но они иногда сами не понимают, что они делают. Они иногда сами не понимают и самим себе даже не могут объяснить, в чём суть того, что они делают. То есть им просто нравится, они это делают, не приходя в сознание. У них это хорошо получается, а шо это для них вызывает затруднения. И правильные вопросы помогают им это осознать. Мой муж, Андрей Капецкий, учился у тебя. И спасибо большое тебе за это обучение, потому что ты знаешь, он стал другим. Даже в семейных каких-то ситуациях я лучше понимаю его. Мне не требуются тех усилий, которые я затрачивала раньше на то, чтобы понять мужа. Вообще, вот это инь-янь мужское, женское, оно всегда в какой-то с одной стороны тяге друг к другу, а с другой стороны всегда в непонимании. Это вообще же разные миры. Супруги в семье это разные миры. И как бы ты не любил человека, всегда есть какая-то доля непонимания. И всегда нужно помочь тому, кто тебя любит, тебя понять. А для этого нужно умело выразить то, что у тебя внутри. И тот инструментарий, которым ты, Андрей, вооружил, очень пригодился ему не только в бизнесе. Он использует его? Так же, не приходя в сознание. Это вырабатывается до автоматизма и становится частью человека, частью его привычки так мыслить. потому что те вопросы, которые ты сейчас озвучивал, те самые, которые ты задавал себе, а вот как донести, а какова цель, а что мы хотим сказать, а при помощи чего, там, глаза, жесты, тон голоса, да, последовательность слов, предложений и так далее. Он стал задавать себе. И я стала видеть, как за завтраком Андрей, прежде чем сказать, думает, а потом выражает. И я очень трепетно к этому стала относиться, потому что увидев вот эти усилия, я стала их беречь. Ты знаешь, ведь важно не перебивать человека не только, когда он говорит, но и не перебивать, когда он думает. О, а вот это очень ценная мысль. Это очень важная мысль, спасибо, что ты ее озвучила, потому что искусство, умение и искусство держать паузы, оно очень важно. Не перебивать словесную речь. Это одно умение, а не перебивать речь, которая у человека в голове. Внутреннее. Да, внутреннее речь. И дать ему время подумать, это тоже очень ценно. И уметь это считывать, это тоже определенный навык. И понимать, а вот человек сейчас закончил мысль и поставил точку. Или он поставил точку с запятой и продолжает думать над продолжением. Очень круто. Спасибо, что ты это озвучила. Ну, во всяком случае, я вижу такой эффект от занятий с тобой. И предлагаю тебе этот выпуск сегодняшний завершить. И вот как раз вернуться к вопросу, который я только что озвучила. к этому эффекту. В следующем эпизоде давай будем пока держать конфетку за щекой. Дорогие друзья. Для друга. Для друга. Да, для друга. Дорогие друзья, я приглашаю вас в наш сезон «Внутренняя речь» ко мне. Капецкую Капецкую вы уже все знаете и к Дмитрию Чумаку, тренеру по коммуникациям, диктору и человеку, обладающему другими талантами. А можно я в следующем выпуске расскажу про конфетку в реальном смысле этого слова? Нужно. Да? Да. Отлично. Тогда до новых встреч. До свидания. Как работает «Внутренняя речь»? Слушайте каждый понедельник психолога Капецкую и тренера Чумака.